Игроки баскетбольной команды Одесса не сумели как следует поздравить своего тренера Олега Юшкина с днем рождения, проиграв вторую игру выездного турне, на этот раз в Николаеве. 15 января одесситы уступили черкасским «Мафпам», а МБК Николаев разбазарил преимущество в 12 очков перед четвертой четвертью в матче с «Химиком» и в итоге уступил с разницей в 8 очков. До матча с Одессой в активе подопечных Валентина Береснева было всего две победы. Несложно подсчитать, что «Корабелы» на данный момент худшая команда чемпионата. Сценарий матча в чем-то напоминал события в Николаевском спорткомплексе «Надежда» двухдневной давности. Хозяева в середине игры оторвались в счете. У Одессы не клеилась игра ни в атаке, ни в защите. Только когда отрыв Николаева достиг 19 очков, гости начали постепенно догонять. После дальнего попадания Дилэни Блейлока на последней секунде третьей четверти отрыв сократился до трех очков. Одесситы ударно начали заключительную десятиминутку. Две точные трехи прилетели от Вадима Прокопенко и Юрия Кондракова. Гости впервые вышли вперед в игре. 57-56. Казалось, как и в пятницу, баскетболистов Николаева на четвертую четверть не хватит. Но вышло совсем иначе. Одесса выдала еще чуть ли не худший отрезок в сезоне. 0-18. Дерри Колтер, Кит Омуэра и Сергей Примак быстро вернули Николаеву солидный перевес. Это еще у хозяев была слабая реализация штрафных бросков. Подопечные Олега Юшкина попали в черную полосу реализации. Несколько трехочковых подряд ушло мимо цели. Итог матча. 81-63 в пользу МБК Николаев, который одержал всего лишь третью победу в сезоне. Очень похожие две игры. То есть мы героически пытаемся исправить ту порой полную ерунду, которую мы творим. Но, как и в Черкассах, мы вышли там на два очка вперед. И на концовку просто не хватило сил, ума, желания. Нет, желание было. Не могу упрекнуть желание. Сил, может быть, ума и где-то квалификации. Так и сегодня. То есть сразу упали минус 17, не сдались. Ну, играем мы, я не буду скрывать, во многом от броска. Попадаешь 1-16 в первой половине тяжело. Причем из этих 16, наверное, 14 были абсолютно нормальные открытые броски. Нашли в себе силы, кое-что поменяли, вернулись в игру. Отыграли раз 10 очков, второй раз 10 очков. Вышли даже вперед. Ну, и потом, судя по всему, я сейчас смотрел в глаза ребят, там сил очень мало осталось. Конечно, коротковатого нас ротация. Один игрок ушел, один игрок травмирован. Сейчас будем пытаться исправить эту ситуацию. Продолжение следует...